К сожалению, драматизм и даже трагизм, может быть, ситуации в Сирии заключается в том, что там нету борьбы добра и зла, и невозможно принять одну сторону, оставаясь чистым в моральном отношении. К сожалению, вот ситуации борьбы черного с белым, добра и зла, такой шекспировской ситуации. Короля Алира, Макбета. Нету в Сирии. Нету в Сирии. Там государственный бандитизм в лице клана Асадов, уже полувековой почти бандитизм, с расстрелами артиллерийскими городов, которые практиковал папа, с бомбометанием по городам, которые практиковал сын. С одной стороны, государственный терроризм и государственный бандитизм. С другой стороны, Аль-Каида, то есть бандитизм мусульманский, ортодоксальный, фанатический. Никаких следов присутствия третьей силы, вот той самой там, либеральной, демократической, следов этой силы нету сегодня в этом конфликте. С этим связаны двусмысленные положения Запада в определении своей позиции в этом вопросе. Потому что, конечно, что-то делать с Асадом и прекращать государственное это насилие надо. С другой стороны, своими руками они приводят к власти таким образом ни в коем случае не какие-то либеральные силы, а именно Аль-Каиду, бандитов, головорезов, которые будут пользоваться теми же методами, что Асад, а может быть еще и похуже. В этом смысле с этим связаны и трудности, которые испытывает сегодня мировое сообщество, противоречие. С этим связано и, разумеется, нежелание Запада полноценно втягиваться в войну фактически на стороне Аль-Каиды. Все это понимают. С этим связано двусмысленное положение и непоследовательность некоторое и противоречие, которое существует на Западе между Америкой, Германией, Францией, по-разному склонными участвовать в этом. Что касается позиции России, то, к сожалению, Россия и Советский Союз, правоприемником которой она является, несут полную ответственность за драматизм этой ситуации. Потому что если бы Советский Союз и Россия не поддерживали клан Асадов в течение многих десятилетий, то ситуация не зашла бы так далеко. И не было бы такого трагизма в этой ситуации. Я считаю, что Россия несет полную ответственность за масштаб этой катастрофы.